Здравствуйте, дорогие ребята! Меня зовут Ульяна Глазкова, и я очень люблю сказки. И сегодня я вам расскажу сказку о художнике-богатыре. Лет сто с лишним тому назад жил-поживал в городе Петербурге один художник. И был он молод и весел, и звали его как былинного богатыря Илья. Правда, ростом он был невелик, и руки у него были маленькие, так что поднять ими стопудовую железную палец, как Илья Муромец, он бы никогда не смог. Но имел он удивительный дар. Знал, как высмотреть в жизни такое, чего другие просто не замечали. Только бывало напишет картину, так все сразу удивляются и глаза протирают. Вот ведь чудо, вот волшебник! Да как же мы таких важных вещей раньше не замечали? Да ведь без этого и жить нельзя. И хотя Илья художник писал свои картины с самыми обыкновенными кисточками, да красками, все его картины получались живыми и очень красивыми. Вот поехал Илья художник однажды с друзьями на реку Неву, на которой Петербург стоит. Сидят они на берегу, смотрят вокруг, любуются. Солнце, травка, цветы. Барышни в белых и розовых платьях гуляют, словно бабочки порхают. Все веселые, да красивые, да нарядные. Вдруг видят, движется по берегу какая-то темная туча. Что же это такое, думают? Небо вроде чистое, безоблачное. Откуда тучей взяться? Тут приблизилась туча, и оказалось, что это и не туча вовсе, а толпа людей. Все они черные от загара, лохматые и нечесанные. Одежда на них непонятно какого цвета. Висит клочьями, у каждого на грудь лямка надета, а от нее тянется канат. Все канаты соединяются в один толстый-притолстый. А уж к этому канату привязан целый корабль, нагруженный зерном. Корабль на воде, а они идут по берегу и тащат его все вместе, против течения. Потому что плыть туда, куда течет река, легко, а вот навстречу волнам идти трудно, тут сила нужна. В России таких людей называли бурлаками. Работа эта была очень тяжелой. Друзья говорят Илье художнику, ну чего ты так смотришь? Чего в них интересного? Ты же художник, красоту должен воспевать. А Илья и не слушает их. Махнул рукой, подбежал поближе. А тут как раз мимо бурлаков прошли две хорошенькие барышни. Даже голову не повернули. Фи! Мол, и смотреть на грязных мужиков противно. А один бурлак взглянул на них и улыбнулся. И такая добрая оказалась та улыбка, что удивился Илья художник. Что же это за люди такие, бурлаки? Решил Илья все про бурлаков узнать. И поехал он на великую русскую реку Волгу. Течение у Волги сильное, быстрое. Солнце печет, дождик льет, ветер дует. А бурлаки идут и идут своей тропой. Бичевой, как между ними говорится. Шагает рядом с ними Илья художник. Сидит вместе с ними у костра. Ест их черную кашу, которую мы гречневой называем. Слушает их рассказы. Хохочет и смешит их. Потому что любил он веселые шутки да прибаутки. А сам с карандашиком не расстается. Рисует и рисует. Смеются над ним бурлаки. Не ровен час надорвешься, Илья богатырь. Чай тяжело тебе карандашиком чирикать. Не то, что нам в лямки идти. А Илья, знай, себе улыбается. Вот погодите смеяться. А вось и я вам пригожусь. Шли они так шли, И сел корабль, который тянули бурлаки, на мель. Тянут, потянут, тянут, потянут, Никак с места сдвинуть не могут. Как не бьются, как не стараются, А он только глубже в песок зарывается. Не сосчитать, сколько раз они кричали свое «Эй, ухнем!», чтобы сразу вместе подналечь, все силы собрать, чтобы корабль вытащить. Ничего не помогло. Вконец измучились бурлаки. Сели на песок, головы лохматые повесили, лиц не видать. Не знают, как быть. «Ну, видно, теперь мой черед пришел за дело приниматься», – сказал Илья художник. Тут вожак, главный бурлак по имени Канин, смотрел на него сердито, рукой махнул. Не до шуток, мол, теперь и без тебя тошно. А Илья, художник, на него внимания не обращает. Вынул он свои кисти да краски из ящика, маленький холстик взял. Да давай этого Канина красками писать. Да так быстро и ловко получается. Раз провел кисточкой, глаз появился, другой провел, второй глаз заблестел. Прямо на тебя глядит. Два раза махнул, усы затопорщились. А борода курчавая завелась, и тряпочка вокруг головы точь-точь, как у Канина повязана. Глядь, все лицо явилось. Да так, похоже, вышло, как живой. Даже не просто живой, а какой-то другой. Словно живее, чем на самом деле. и сильнее, и умнее, и даже не просто живой, а какой-то другой, словно живее, чем на самом деле, и сильнее, и умнее, что ли. Взглянул искусы на свой портрет Канин. Всмотрелся, понравился ему портрет художника, как будто воды живой напился. Встал, плечи расправил, сразу силы втрое прибавилось, вроде бы как помолодел лет на десять. А Илья художник уже другого пишет, огромного, как медведь, кудрявого бурлака, того самого, который улыбнулся, глядя на красивых барышень. Он тоже вышел на портрете Ильи художника замечательно, сразу видно, какой он могучий и добрый. Увидел себя на холсте этот бурлак. Поглядите-ка, как будто и не сидел, только еле дыша. Лицом посветлел, разогнулся, подошел к вожаку. Хлопнул его по плечу тяжелой рукой. Смотри-ка, Канин, а ведь и вправду богатырь наш Илья художник. Тут все остальные через силу поднялись, столпились у Ильи за спиной, смотрят, что же он будет делать дальше. А Илья, знай себе, пишет да пишет. Кисточки по холсту так и летают. Кажется, чего что трудного кисточкой-то махать. А видно, как тяжело художнику. Погода холодная, а на лбу капли пота проступили. И ничего как будто и не слышит, только быстро дозорка, то на одного, то на другого поглядывает. Вот еще один портрет появился. Того бурлака, что в упряжке слева от Канина идет. А был он человек недоверчивый да подозрительный. Увидел себя на картине. Силу в себе почувствовал необыкновенную. Подошел к тихому вожаку и шепчет на ухо. Глянь-ка, Канин, не как колдуну, чего бы нам худого не сделал. А Канин был и сам непросто. Много чему учился в жизни. Усмехнулся и отвечает. Ничего не бойся, наш Илья настоящий художник. Стало быть, не злой колдун он, а просто искусник. А искусство сильнее всякого волшебства. Им даже сама жизнь преображается. Вот так оно. Как это преображается? Не понял бурлак. Это значит, лучше делается. Дано художникам и искусникам такое умение. Показывать жизнь настоящую. Как она есть и на самом деле, какой должна быть. Выходит, мы на самом деле всегда такими быть должны. Конечно же, поможем даже лучшим. Ничего не понял второй бурлак. В сторону отошел, смотрит, что же дальше будет. А Илья тем временем написал и высокого бурлака с трубой, и лысого старичка, и самого молодого из них, ларьку в рваной розовой рубахе. Тот совсем еще парнишка был, и ему тяжелее всех приходилось. А тот увидел себя, засмущался, покраснел и старается казаться взрослым. Подошел степенно к Анину, стал рядом с ним, голову поднял, не подведу, мол. Долго ли, коротко ли, но написал Илья-художник портреты всех бурлаков. Встали они, расправили плечи, впряглись в свою упряжку. Только крикнул разок «Эй, ухнем!» Корабль сразу смелись снялся и поплыл по воде, как будто перышко. А Илья-художник даже идти с ними не может, как устал. Ступайте, говорит, я вам больше не нужен. Вот отдохну тут немножко на бережку, да и в Петербург поеду большую картину писать. Неужто, спрашивая ткани, настоящую картину про нас делаешь? Да ведь над тобой смеяться все будут. Того и гляди, из академии твоей выгонят. Там ведь я знаю. Не шибко любят, чтобы художники бедный народ рисовали. Это уж точно засмеялся Илья-художник. Наши профессора этого не любят. Да пора уж им привыкать. Я ведь не один такой. Много нас теперь. Мы их одолеем. Распрощали с ними бурлаки. Поблагодарили его за помощь, как умели. Да и пошли себе по берегу. Снова свои песни протяжные затянули, чтобы всем в ногу идти. Да разом на лямки налегать. И так им легко стало, как никогда. А Илья-художник и вправду написал огромную картину и назвал ее «Бурлаки на Волге». Идут 11 бурлаков по берегу. Солнце яркое светит. Небо голубое. Вода чистая да прозрачная. Только, кажется, радуйся да наслаждайся. А бурлаки тащат тяжелую баржу. И не до радости им. Солнце палит. Босые ноги в песок обжигает. Лямки натирают тело. Тяжело. Но, может быть, это и не самое главное. На картине смотришь на каждого бурлака и понимаешь его характер. Понимаешь, какая у него жизнь была. Сразу видно, что художник этих людей любит и уважает. А это тогда было самое удивительное. Как можно любить простолюдина, просто обычного человека? Конечно, рассерделись на Илью художника и профессора из академии. И те знатоки, что на выставках красивые картины для своих гостиных подбирают. Много кричали и спорили. Что, мол, что за искусство такое? И кому, дескать, это нужно? Оборванных мужиков рисовать? Только вон сколько времени уже прошло. И кто теперь этих ругателей помнит? А картину бурлаки на Волге всякий знает. И фамилия Ильи художника Репин до сих пор известна. То-то и оно, потому что настоящее искусство вечно. Вот и сказке конец. А кто слушал, молодец! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok